Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня мы будем учить с вами английский и не просто новые слова, а целые грамматические конструкции, целые структуры из мудрости Гомера Симпсона. Итак, первая фраза. Гомер говорит Я верю, что дети — наше будущее, если только мы их не остановим. Что такое unless? Вообще, unless по своему смыслу, ребята, означает то же самое, что if not, то есть это if, но только отрицательный. Окей? Я сейчас вам дам несколько примеров, и вы сможете увидеть, что unless по своему смыслу это то же самое, что if not или if don't или if isn't, aren't, hasn't и так далее. Отрицательный if в любом случае. I will come unless I change my mind. Я приду, если не передумаю. То есть мы можем переделать это предложение и сказать I will come if I don't change my mind. If I don't change my mind, I will come. Смысл тот же. I will come unless или if not, if don't, if doesn't, if I don't change my mind. Итак, unless — это if not. One more example. Unless you start at once, you will be late. Если вы не отправитесь или не начнете прямо сейчас, вы опоздаете. По смыслу то же самое будет сказать If you don't start now or if you don't go now, you will be late. То есть unless и отрицательное if — это одно и то же по смыслу. Еще раз. Unless — это if not. Окей, guys, к следующей фразе. Следующая фраза. Гомер говорит. Люди могут придумать статистику, чтобы доказать все, что угодно. 14% людей это знают. Итак, здесь мы слышим фразу come up. Это фразовый глагол. To come up with. Мы всегда используем come up с предлогом with. To come up with. Come up with означает придумать что-то. Да мухи уже достали. Итак, come up with значит придумать что-то, придумать какую-то идею, найти решение проблемы. То есть в своей голове вы думали, думали, думали и придумали. Come up with. Come up with. Мы очень часто используем come up with со словом idea. I came up with an idea. Мне пришла в голову идея. Я придумал. I came up with an idea. Парочку примеров. I hope you can come up with a better plan than this. Надеюсь, что ты можешь придумать что-нибудь получше, какой-нибудь получше план, чем этот. I hope you can come up, come up with a better plan than this. Come up with. Придумать какой-то план или идею. Еще один пример. She came up with a new idea for increasing sales. Она придумала новый план, новую идею, как повысить продажи. Increase. Повышать что-нибудь. So, she came up. Прошлая форма. She came up with an idea. How to increase sales. Еще раз. Come up with. Придумать идею, план, решение какой-либо задачи или проблемы. Дальше, гамар говорит. It's not easy to juggle a pregnant wife and a troubled child, but somehow I managed to fit in eight hours of TV a day. It's easy to juggle a pregnant wife and a troubled child. How I managed to fit in eight hours of TV a day. Итак, здесь несколько очень крутых фраз. Первая из них. To juggle. Она даже звучит как жонглировать с чем-то, потому что это и есть жонглировать. Но еще juggle переводится, когда вы пытаетесь в свою жизнь кучу всяких дел впихнуть. To fit in. Fit in. Что-то куда-то пытаться вместить. Кучу разных обязанностей. В принципе, мы в русском тоже можем говорить, что мне приходится жонглировать с кучей разными делами. Вот это тоже juggle. Именно об этом и говорит гамар. Мне приходится жонглировать с беременной женой. Pregnant wife. Troubled child. Проблемным ребенком. Но он говорит, что он все равно managed to. И вот здесь мы остановим наше внимание. Конструкция managed to. Запомните одну букву только. Managed to это не просто мог, а с мог. Я в прошлом, в какой-то конкретной ситуации смог что-то сделать. У нас это модальная конструкция. То есть у нас есть в английском языке разные модальные конструкции. Например, can. Вы не можете использовать can или could, когда говорите о каком-то одном коротком событии. Вместо этого мы используем be able to, I was able to, I am able to или managed to. Давайте я вам дам несколько примеров сравнения между can и managed to. И вы поймете, как их правильно надо использовать. В общем, давай я тебе объясню. Can. Мы используем can для general ability. Что-то вы могли сделать в общем. Или could, в нашем случае could, прошлое. Например, Our daughter could walk when she was only nine months old. Она уже могла ходить, когда ей было всего-то девять месяцев. Это общая ее способность. She could do that. Это какая-то общая способность, да? Что-то очень большое, глобальное. А вот managed to или was able to мы используем, когда говорим, я смог что-то сделать в какой-то конкретной ситуации. Вчера я смог проплыть в бассейне 100 метров. Я смог это сделать. С буковкой C впереди. Несколько примеров с managed to или was able to. I managed to или I was able to find some useful books in the library. Я смог найти в библиотеке несколько очень полезных книг. Я смог это сделать в прошлом, в очень конкретной ситуации. I managed to или I was able to. Я смог. One more example. I managed to get to the airport on time. Я смог приехать в аэропорт вовремя, несмотря на все пробки. У меня машина сломалась. Несмотря ни на что, я смог. I was able to или I managed to be on time. И еще один пример. How did you manage to persuade him? How did you manage to persuade him? Как тебе удалось его убедить? Persuade – убеждать кого-то. Итак, managed to или was able to. Тот же смысл. Я смог что-то сделать в конкретной ситуации в прошлом. Нормальный, неуродский кадр. Следующая фраза Гомера. Он говорит Если что-то тяжело сделать, это не стоит того, чтобы это делать. Не стоит это делать, в общем. Глагол worth – to worth – означает, когда что-то чего-то стоит. It's worth it. Это того стоит. Какой здесь главный момент? Мы знаем с вами, друзья, что в английском языке, когда у нас два глагола или даже больше следуют друг за другом, там нужно думать. Надо инфинитив ставить, то есть глагол с частицей to или герундий. Так вот, помните, после worth мы ставим герундий всегда, то есть инговый глагол. Worth doing something. Worth doing something. Несколько примеров. The film is definitely worth saying. Этот фильм, несомненно, стоит посмотреть. Итак, worth not to see. Worth seeing. This movie is worth seeing. И, друзья, школа English Show. This is something worth trying. Это стоит того, чтобы попробовать. Если вы хотите прокачать свой английский и попробовать первое бесплатное пробное занятие, то ссылка будет в описании. It's worth trying. A couple more examples with worth and gerund. This book is worth reading. Эту книгу стоит прочитать. This book is worth reading. И последнее. This dish is worth trying. Это блюдо стоит попробовать. One more time. This dish is worth trying. This dish is worth trying. Он обращается к своему сыну и говорит. Son, if you really want something in this life, you have to work for it. Now quiet. They're about to announce the lottery numbers. If you really want something in this life, you have to work for it. Now quiet. They're about to announce the lottery numbers. Что значит вся эта фраза? Он говорит. Сын, если ты чего-то реально хочешь в жизни добиться, надо для этого работать, пахать. А теперь всем тихо. Они вот-вот объявят номера лотереи выигрышные. Окей. Здесь мы видим конструкцию about to. They about to announce. Мы с вами все знаем, что about значит о. Например, the story about my father. Это история о моем отце. About. Но здесь другое. Это конструкция to be about to. Something is about to happen. Это значит, что что-то вот-вот произойдет. Окей? Например, сегодня такая жара, что I'm about to faint. Я сейчас вообще потеряю сознание. Faint. Терять сознание. I'm about to faint. Бум. Окей. So, be about to. Значит, что-то вот-вот случится. Первый пример. I was about to kiss her when her mom came. Я вот-вот уже собирался ее поцеловать, и ее мама пришла. I was about to kiss her. I was about to. That was so close. So, I'm about to say goodbye. Окей. So, I was about to kiss her. Я вот-вот уже собирался ее поцеловать, это уже должно было случиться. I was about to do that. Next example. The bomb is about to explode. Explode. Бум! Взрываться. About to explode. Значит, она вот-вот взорвется. The bomb is about to explode. Guys, please be careful. В слове bomb мы не проговариваем, не произносим последнюю букву B. Мы не говорим бомб. We say bomb. The bomb is about to explode. About to. Вот-вот что-то случится. So, guys, друзья, я думаю... Я думаю, что вам понравилось это видео. Друзья, мы надеемся, что вам понравилось это видео. Если да, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Еще не забудьте, используйте свое время с мудростью и прокачивайте свой английский с English Show School. Ссылка на первый бесплатный урок в описании. I hope you had a nice time, guys. Окей, tamam. Увидимся очень скоро, друзья. Пока.